Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока – упрощение тригонометрических выражений. Мы с вами прошли основные тригонометрические тождества, формулы сложения и следствие из формул сложения. Давайте теперь все эти формулы мы с вами будем применять для упрощения тригонометрических выражений. Рассмотрим задание номер 1 со страницы 102. Раскройте скобки и упростите выражение. Посмотрите, пожалуйста, на пункт 1. Если мы здесь раскроем скобки, мы получаем с вами следующее выражение – sin²x минус cos²x. Если мы минус вынесем за знак скобки, мы получаем следующее выражение – минус, в скобках, cos²x минус sin²x. А это, как вы помните, формула cos²x, то есть двойного аргумента. Соответственно, наш ответ – минус cos²x. В пункте 4 1 плюс тангенс альфа в квадрате минус секондс квадрате альфа. Давайте раскроем формулу а плюс b в квадрате. Мы получаем с вами 1 плюс тангенс квадрат x плюс 2 тангенс x минус, и секондс квадрат – это будет минус 1 на косинус квадрат x. Здесь 1 плюс тангенс квадрат x по основному тригонометрическому тождеству у нас можно записать как 1 делить на косинус квадрат x. Плюс 2 тангенс x мы переписываем, и минус 1 делить на косинус квадрат x тоже переписываем. 1 делить на косинус квадрат x минус 1 делить на косинус квадрат x будет 0. Соответственно, окончательный ответ – 2 тангенс x. Следующее задание – это задание номер 2 со страницы 102. Разложите на множители. Синус четвертой степени х минус косинус четвертой степени х. Это выражение мы можем записать с вами следующим образом. Синус квадрат х плюс косинус квадрат х это первый множитель, и синус квадрат х минус косинус квадрат х это второй множитель. Первые скобки у нас получается единица по основному тригонометрическому тождеству. А во второй скобке тоже, если мы минус вынесем за скобку, получаем в скобках косинус квадрат х минус синус квадрат х. А это у нас по формуле будет косинус 2х. Итого ответ получается минус косинус 2х. Следующий пример. 3к2б плюс 6к2б плюс 3. В данном примере сначала мы можем 3 вынести за скобки. В скобках получаем следующее выражение. К2б плюс 2к2б плюс 1. И это выражение мы можем собрать в квадрат суммы. То есть получаем следующее выражение. 3 умножить на к2б плюс 1. Все это в квадрате. Следующее задание. Это задание номер 3 со страницы 103. Нужно упростить следующее выражение. Синус х деленное на косинус х в квадрате минус 1 делить на косинус квадрат х. Давайте вот эту дробь возведем с вами в квадрат. И получаем следующее выражение. Синус квадрат х делить на косинус квадрат х и минус 1 деленное на косинус квадрат х. Здесь у нас знаменатель одинаковый. Соответственно, мы можем записать следующее выражение. Синус квадрат х минус 1 делить на косинус квадрат х. Выражение в числителе мы можем записать как минус косинус квадрата х. Соответственно, получаем выражение минус косинус квадрат х делить на косинус квадрат х. Это будет равно минус единице. Посмотрите, пожалуйста, на следующий пример. Здесь мы с вами числитель первой дроби разложим на следующие множители. Синус альфа минус 3 и синус альфа плюс 3. Знаменатель переписываем. И во второй дроби в числителе 5 выносим за скобки. Получаем 5 умноженное на 2 косинус альфа плюс 1. И в знаменателе второй дроби тройку тоже можно вынести за скобки. Получаем 3 умножить на синус альфа плюс 3. Здесь мы с вами можем сократить 2 косинус альфа плюс 1 и синус альфа плюс 3. Посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. 5 умноженное на синус альфа минус 3 деленное на 3. Следующее задание – это задание номер 5 со страницы 103. Освободитесь от радикала знаменателя. Давайте с вами рассмотрим пункт В. Под корнем катангенс х делись на корень синус х. Соответственно, естественно, здесь и катангенс х должен быть больше нуля, и синус х тоже должен быть больше нуля. Мы умножим с вами и числитель, и знаменатель на корень квадратный синус х. И далее получаем следующее выражение. Корень квадратный, катангенс х умножен на синус х – это в числителе, а в знаменателе получаем просто синус х. Следующий шаг – катангенс х можем записать как косинус х, деленное на синус х. Сократив синус х и синус х, мы получим следующее выражение. Корень квадратный с косинус х, деленное на синус х. Следующее задание – задание номер 6 со страницы 103. Давайте упростим с вами следующее выражение. Посмотрите, пожалуйста, в первом примере 1 плюс косинус 2 альфа мы можем с вами записать как 2 косинус квадрат альфа, а синус 2 альфа можно записать как 2 синус альфа, умноженное на косинус альфа. В знаменателе 1 минус косинус 2 альфа мы можем записать с вами как 2 синус квадрат альфа, и плюс синус 2 альфа точно так же мы записываем как в числителе, как 2 синус альфа, умноженное на косинус альфа. Далее мы можем вынести общий множитель за скобки. В числителе это будет 2 косинус α, в скобках оставится косинус α плюс синус α. В знаменателе это будет 2 синус α. В соответствии, в скобках остаются выражения синус α плюс косинус α. Сократив косинус α плюс синус α, этот множитель, и еще может сократить двойки, мы получаем косинус α, деленное на синус α. А это равно катангенс α. В следующем примере, посмотрите, пожалуйста, мы с вами можем использовать формулу числителей синус альфа плюс синус бета, то есть синус альфа плюс синус 5 альфа. Хочу напомнить вам эту формулу. Синус альфа плюс синус бета равно 2 синус альфа плюс бета пополам и косинус альфа минус бета пополам. Соответственно, мы с вами получаем 2 синус 3 альфа и косинус 2 альфа. И плюс синус 3 альфа мы с вами переписываем. В знаменателе тоже мы с вами используем формул косинус альфа плюс косинус бета, то есть косинус альфа плюс косинус 5 альфа. Здесь мы раскрываем формулу следующим образом. Косинус альфа плюс косинус бета равно 2 косинус альфа плюс бета пополам умножить на косинус альфа минус бета пополам. И получаем следующее выражение. 2 косинус 3 альфа умножить на косинус 2 альфа и плюс косинус 3 альфа мы с вами переписываем. Дальше мы можем в числителе с вами вынести синус 3 альфа за скобки. В скобках остается 2 косинус 2 альфа плюс 1, и знаменателем мы выносим как общий множитель косинус 3 альфа. И в скобках у нас остается тоже 2 косинус 2 альфа плюс 1. И ответ у нас окончательный, это синус 3 альфа, деленный на косинус 3 альфа, а это можно записать как тангенс 3 альфа. Следующее задание, это задание номер 7 со страницы 103. Докажите тождество. Давайте мы с вами рассмотрим пункт 1. Для начала мы с вами перепишем левую часть выражения. Косинус θ делить на 1 минус тангенс θ плюс синус θ делить на 1 минус катангенс θ. Следующий шаг, мы с вами распишем тангенс θ как синус θ делить на косинус θ, а катангенс θ запишем как косинус θ минус синус θ. Далее мы знаменатели дробей приведем к общему знаменателю. Посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. Косинус θ мы делим на дробь. Косинус θ минус синус θ делить на косинус θ. И плюс вторая дробь. Синус θ мы делим на выражение. Синус θ минус косинус θ деленное на синус θ. Если мы деление заменим на умножение, получаем следующее выражение. Косинус квадрат θ делить на косинус θ минус синус θ. И плюс синус квадрат θ делить на синус θ минус косинус θ. Посмотрите, пожалуйста, во второй дроби мы можем вынести знак минус перед дробью. И, соответственно, получаем одинаковые знаменатели. То есть и в первой дроби, и во второй дроби знаменатель получается косинус θ минус синус θ. Соответственно, мы можем записать это как общую дробь. Косинус квадрат θ минус синус квадрат θ делить на косинус θ минус синус θ. Числитель мы разложим на умножители. То есть получаем косинус θ минус синус θ умножить на косинус θ плюс синус θ. И все это выражение мы должны с вами разделить на косинус θ минус синус θ. И окончательный ответ у нас косинус θ плюс синус θ. То есть мы с вами доказали тождество, что действительно выражение косинус θ делить на 1 минус тангенс θ плюс синус θ делить на 1 минус катангенс θ равно синус θ плюс косинус θ. Посмотрите, пожалуйста, на следующее выражение. a синус х плюс b косинус х. Данное выражение мы можем с вами записать следующим образом. c умноженное на a деленное на c умноженное на синус х плюс b деленное на c на косинус х. Здесь у нас a деленное на c это косинус φ, b деленное на c это синус φ. Это вспомогательные углы, а c это у нас выражение корень квадратный из а квадрат плюс b квадрат. Далее, используя эту формулу, давайте мы в задании номер 8 со страницы 103 найдем наибольшее и наименьшее значение выражения. Рассмотрим с вами пункт в синус альфа плюс косинус альфа. Для начала найдем c. c у нас будет a квадрат плюс b квадрат, в данном случае у нас a равно единице, b тоже равно единице. Соответственно, c это будет корень квадратный из двух. Следовательно, данное выражение мы можем записать с вами следующим образом. Корень из двух и в скобках 1 делен на корень из двух синус альфа плюс 1 делить на корень из двух косинус альфа. 1 делить на корень из двух мы здесь можем заменить на косинус π, деленное на 4. И следующим слагаемым мы 1 делить на корень из двух можем заменить на синус π, деленное на 4. Далее, используя формулу сложения, мы можем это выражение записать с вами следующим образом. Корень из 2, синус, альфа плюс π, деленное на 4. Теперь мы с вами легко можем, подставив вместо синуса альфа плюс π на 4, один раз значение минус 1, второй раз значение 1, найти наибольшее и наименьшее значение данного выражения. Это у нас будет наибольшее значение этого выражения, будет корень из 2, а наименьшее значение данного выражения будет минус корень из 2. Следующее задание, это задание номер 9 со страницы 103. Если альфа больше нуля, меньше π пополам, найдите значение следующего выражения. Давайте мы с вами это сделаем следующим способом. Обозначим данное выражение через t и обе части возведем в квадрат. Посмотрим, что у нас получается. У нас получается следующее выражение. 1 минус синус альфа делить на 1 плюс синус альфа плюс 2 равно t в квадрате. Далее мы с вами эти две дроби приведем к общему знаменателю. Посмотрите, пожалуйста, общий знаменатель у нас получается 1 минус синус альфа умножить на 1 плюс синус альфа. Мы отпишем дополнительные множители в первой дроби, это будет 1 минус синус альфа, во второй дроби 1 плюс синус альфа. Сделав следующее преобразование, вернее, раскрыв скобки, мы получаем данное выражение. Далее это мы можем записать с вами следующим образом. В числителе получается 2 плюс 2 синус квадрат альфа, в знаменателе 1 минус синус квадрат альфа плюс 2 равно t в квадрате. Здесь мы можем с вами привести еще раз выражение слева к общему знаменателю и получаем с вами следующее выражение. Посмотрите, пожалуйста, в числителе 2 плюс 2 синус квадрат альфа плюс 2 минус 2 синус квадрат альфа. Все это мы делим на 1 минус синус квадрат альфа, и это все равно t в квадрате. В числителе мы получаем 4, а в знаменателе получаем косинус квадрат альфа. Это равно t квадрат. Мы с вами знаем, что в условии задания было дано, что альфа у нас больше нуля, меньше π пополам. То есть это получается у нас угол первой четверти. А в первой четверти у нас косинус функция положительная. Соответственно, t мы можем с вами записать как 2, деленное на косинус альфа. Следующее задание – это задание номер 11 со страницы 103. Надо найти значение выражения синус 18 градусов, умноженное на косинус 36 градусов. Для этого нам нужно это выражение умножить и разделить на следующее выражение – на 2 косинус 18 градусов. Посмотрите, пожалуйста, мы получаем следующее выражение. И далее в числителе мы можем использовать с вами формулу синуса 2 альфа. То есть 2 косинус 18 градусов умноженное на синус 18 градусов мы с вами можем записать как синус 36 градусов. Умножаем на косинус 36 и в знаменателе переписываем 2 косинус 18 градусов. Далее мы числитель и знаменатель еще раз можем умножить на 2. И получается следующее выражение. В числителе 2 синус 36 градусов умножить на косинус 36 градусов. И знаменатель 2 умножим на 2 косинус 18 градусов. Еще раз в числителе мы можем использовать с вами формулу синуса 2 альфа. То есть мы здесь получаем синус 72 градусов. В знаменателе получаем 4 умножить на косинус 18 градусов. Обратите внимание, пожалуйста, 72 градуса и 18 градусов, они дополняют друг друга до 90 градусов. Соответственно, я могу записать числитель следующим образом. Синус 90 градусов минус 18 градусов. А знаменатель переписать 4 косинус 18 градусов. По формулам приведения это выражение в числителе у нас будет равняться косинус 18 градусов. То есть название функции у нас меняется на кофункцию, то есть синус меняется на косинус. И это у нас угол получается первой четверти, а там у нас синус положительный. И знаменателе 4 косинус 18 градусов. И сократив косинус 18 градусов, мы получаем ответ 1 четвертая. На этом у нас сегодня все. Для закрепления темы я рекомендую вам прорешать задания со страниц 102, 103. И также прорешать обобщающие задания со страниц 104 и 105. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на урок химии. Тема нашего сегодняшнего урока – циклические углеводороды, номенклатура, изомерия, циклоалканы. На прошлом уроке мы с вами уже начали новый раздел химии, который изучает циклические углеводороды. И вы уже знаете, что такое циклоалканы и чем они отличаются от других нециклических соединений. Сегодня же мы с вами попытаемся рассмотреть их номенклатуру, а также изомерия. Начнем с номенклатуры. Вы знаете, что для того, чтобы назвать органические соединения, мы используем номенклатуру. Что такое номенклатура? Давайте вспомним. Номенклатура – это есть те правила, которые мы должны соблюдать для того, чтобы назвать органические соединения. У циклоалканов, так же, как и у других некоторых органических соединений, имеется несколько видов номенклатур. Одна из них – это рациональная номенклатура. Для того, чтобы назвать циклоалкан по рациональной номенклатуре, мы должны учесть одну важную деталь. Дело в том, что в рациональной номенклатуре циклоалканы рассматриваются как замкнутые цепочки, состоящие из метиленовых групп. Что такое метиленовая группа? Метиленовая группа – вот она, CH2-группа. Так вот, для того, чтобы назвать циклоалкан по рациональной номенклатуре, мы должны всего лишь посчитать количество этих CH2-групп. Например, в данном соединении вы видите три CH2-группы. То есть данное соединение будет называться триметилен. Почему метилен? Потому что CH2-группа называется метиленовой группой. Допустим, у данного циклоалкана имеется четыре CH2-группы. Тогда это соединение будет называться тетраметилен. Почему тетра? Потому что четыре. Почему метилен? Потому что CH2-группа называется метиленовой группой. Вторая номенклатура – это международная номенклатура. Как называть циклоалкан по международной номенклатуре или же номенклатуре ЮПАК? В международной номенклатуре название неразветвленных циклоалканов образуется от соответствующих им алканов. Что это означает? Давайте посмотрим данный циклоалкан. Вы знаете, что мы часто в химии, вместо того, чтобы писать постоянно CH2, 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 мы просто можем циклоалканы изображать в виде различных геометрических фигур. Если вы видите три угла, это означает, что в каждом угле находится CH2 группа. То есть, если мы посчитаем количество углеродов, которые находятся в данном соединении, то количество будет равное трём. Теперь вспоминаем, какой же алкан имеет три атома углерода. Мы знаем, что алкан с тремя атомами углерода называется пропаном. Мы добавляем теперь просто приставку цикла к названию этого алкана и получаем цикло пропан. Сделаем следующий пример. Тут вы видите четыре атома углерода. Опять-таки, алкан с четырьмя атомами углерода называется бутаном. Добавляем приставку цикла и получаем циклобутан. То же самое, допустим, с циклогексаном. Если мы посчитаем количество углеродов, тут их будет шесть. Поэтому вспоминаем, какой алкан имеет шесть атомов углерода. Это гексан. Добавляем приставку цикл и получается у нас циклогексан. Но иногда бывает так, что в цикле у нас имеются радикалы. Что же нам делать для того, чтобы назвать цикл алкан с радикалами? Для этого мы в первую очередь с вами должны найти главную цепь. Ведь вы знаете, что для того, чтобы назвать углеводород, мы должны вначале найти главную цепочку, состоящую из углеводородов, пронумеровать ее и далее потом уже определять, какие радикалы или же заместители находятся у этой цепочки. Итак, мы сейчас с вами должны назвать данный цикл алкан, у которого имеется радикал. Что мы для этого должны сделать? В первую очередь мы должны выделить главную нашу цепочку. Запомните, ребята, в цикл алканах главная цепочка – это цепочка, содержащая цикл. Она у нас будет называться циклобутан. Теперь мы должны просто определить, какой же радикал имеется у этой главной цепочки. Вы видите, что к этой цепочке присоединена CH3 или же метильная группа. Поэтому мы сейчас должны показать, что у нашего циклобутана находится метильная группа. Значит, название будет метилциклобутан. Давайте рассмотрим следующий пример. Итак, главная цепочка в этом примере – это вот эта, состоящая из трех атомов углеродов. Итак, циклалкан, содержащий в себе три атома углерода, называется циклопропаном. Теперь давайте определим, какой же радикал имеется у этого циклопропана. Вот он выделен. Этот радикал называется этилрадикалом. Значит, название данного циклопропана будет этилциклопропан. Но иногда бывает так, что в циклопропане имеется не один радикал, а несколько радикалов. Что же делать в этом случае? В этом случае мы должны провести нумерацию. Мы находим первый атом углерода, к которому присоединена какая-либо частица, или же метильная группа, этильная группа, любой радикал. И мы начинаем дальше нумерацию. Нумерацию мы в данном случае можем провести либо против часовой стрелки, либо, как вы видите тут, по часовой стрелке. Итак, если мы будем проводить нумерацию против часовой стрелки, у нас будет один, два, три, четыре. То есть получается, что эти радикалы, две метильные группы, они соединены к первому и к четвертому атому углерода. Если же мы будем проводить по часовой стрелке нумерацию, то, заметьте, в данном случае получается, что эти две метильные группы, они соединены к первому и ко второму атому углерода. Так как же понять, какая из этих нумераций является правильной? А все очень просто. Для этого вы всего лишь должны прибавить вот эти цифры, у которых имеются радикалы. Допустим, тут у первого и у четвертого атому углерода имеются радикалы. Мы прибавляем эти цифры и получаем цифру 5. В данном случае у первого и у второго атома углерода имеются радикалы. Мы прибавляем эти цифры и получаем 3. Теперь запоминайте. Если у вас имеется несколько нумераций, то вы выбираете ту нумерацию, при которой сумма этих чисел будет минимальной. Поэтому данный способ нумерации является неправильным. Продолжаем. Далее. Теперь мы должны назвать данные цикла алкан с данными радикалами. В первую очередь мы должны показать, у какого атома углерода имеются эти радикалы. Начнем с этого примера. Вы видите, что радикалы имеются у первого атома углерода и у второго атома углерода. Мы должны показать эти атомы углерода через запятую. Вот они. У первого атома углерода и у второго атома углерода имеются радикалы. Как называются эти радикалы? Вы знаете, что CH3-радикалы называются метилрадикалами. Теперь, но из-за того, что у нас их две, CH3 и CH3, и они, естественно, одинаковые и похожи друг на друга, поэтому мы должны записать так, что у первого и у второго атома углерода имеются две метильные группы. Но иногда бывает так, что в циклоалкане имеются разные радикалы. Что же делать в этом случае? В этом случае мы также должны начать с нумерации. Но как же начать с нумерации? С какого атома начать данную нумерацию? А все очень просто. Вы смотрите на эти радикалы. Выбираете тот радикал, у которого имеется наименьшее количество атомов углерода. Например, тут у метильной группы имеется всего лишь один углерод. У этильной группы имеется два углерода. Значит, самым маленьким будет у нас метилрадикал. Естественно, нумерацию мы будем начинать с него, то есть с того атома углерода, к которому присоединен этот самый метилрадикал. Теперь давайте попытаемся назвать данное соединение. А называем мы его так, начиная с наименьшего радикала. Мы находим этот самый наименьший радикал и смотрим, к какому атому он присоединен. Он присоединен к первому атому углерода. Мы пишем, что у первого атома углерода имеется какой радикал? Метильный радикал. Записали его сюда. Далее мы переходим к другому радикалу и смотрим, у какого атома углерода имеется этот радикал. Он присоединен к третьему атому углерода. Мы пишем, у третьего атома углерода как называется данный радикал. Он называется этилрадикалом. Значит, полностью название этого цикла алкана будет 1-метил, 3-этил и циклогексан. У цикла алканов имеется несколько изомерий. Структурное, геометрическое, пространственное и так далее. Некоторые типы изомерий вы будете изучать в высших учебных заведениях. Сейчас же мы рассмотрим с вами главный из них. Первое. Это изомерия по размеру цикла. Ребята, что такое изомерия? Изомерия – это такое явление, когда существует несколько соединений, которые имеют одинаковую формулу. У них одинаковый количественный и качественный состав. Но разное строение. Посмотрим. У вас, таны, три различных соединения. Если мы посчитаем все атомы углерода и водорода во всех этих соединениях, то мы получим в первом соединение C5H10, во втором C5H10 и в третьем тоже C5H10. То есть все они содержат 5 атомов углерода и 10 атомов водорода. Но, несмотря на то, что все они имеют одинаковый качественный и количественный состав, они отличаются друг от друга. И главное их отличие – это их цикл. Видите? Если мы посчитаем количество углеродов внутри цикла у данного соединения, мы получим 5. У данного соединения их 4, у данного соединения их 3. Следующий вид изомерии – это изомерии по положению заместителей в цикле. Итак, цикл алкан имеет два одинаковых заместителя или же два одинаковых радикала. Но эти радикалы, они могут располагаться по-разному в молекуле цикла алкана. Поэтому мы в данном случае говорим, что у цикла алканов имеется изомерия по положению заместителей в цикле. Следующий тип изомерии, который свойственен циклу алкану – это изомерия, связанная с числом углеродных атомов в заместителях. Что это означает? Ребята, вы можете подумать, что два этих соединения не являются изомерами друг друга. Почему? Потому что у них разные радикалы. Но нет. Если мы посчитаем количество углеродов и водородов вместе в данных радикалах и в данных радикалах, то мы получим, что в данном соединении имеется у радикалов 4 атома углерода и 10 атомов водорода. У данных заместителей или же радикалов тоже имеется 4 атома углерода и 10 атомов водорода. То есть эти соединения являются изомерами друг к другу. Следующий вид изомерии – это изомерии по строению заместителей. Что это означает? Вы видите два соединения совершенно разных. Химическая формула имеет одинаковый количественный и качественный состав. Но в данном соединении вы видите, что те же самые 3 атома углерода, они соединены последовательно. В данном же соединении 3 атома углерода, они соединены непоследовательно. Тут имеется у нас разветвление. Поэтому, несмотря на то, что эти два соединения обладают одинаковым качественным и количественным составом, но строение у них разное. То есть они являются изомерами друг к другу. Циклоалканам также характерна межклассовая изомерия. То есть изомерия с другими классами органических соединений. Вы знаете, что у алкенов общая формула CNH2N. У циклоалканов тоже общая формула CNH2N. Поэтому, если у вас будет какое-либо соединение с общей формулой CNH2N, например, C4H8, знайте, что если вы будете писать формулу данного соединения, у вас получится либо циклоалканы различного строения, либо алкены тоже различного строения, или же с различным положением двойной связи в их цепи. Следующий вид изомерии, который свойственен циклоалканам, это геометрическая изомерия. Вы знаете, что некоторые органические соединения имеют цис- и трансизомеры. Что это такое? Рассмотрим теперь с вами цис- и трансизомеры циклоалкана. Вы видите, что два различных соединения имеют одинаковый, опять-таки, качественный количественный состав. И у этого соединения имеются две метильные группы. И у данного соединения имеются две метильные группы. Но у первого соединения метильные группы, они располагаются как бы по одну сторону от этой СС связи. У данного же соединения эти метильные группы располагаются по разной стороны от этой СС связи. Поэтому, если у вас две метильные группы располагаются по одну сторону от СС связи, то это тогда цис-изомер. Если же по-разной, то тогда это трансизомер. Домашнее задание – это страница 146, тема 4.2. Ребята, соблюдайте, пожалуйста, правила, которые помогут вам защитить вас и окружающих от вируса COVID-19. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у нас вычисление относительной и абсолютной влажности воздуха. Давайте вспомним, что такое влажность воздуха. Вы знаете прекрасно с прошлых лет, что в воздухе всегда присутствует определенное количество водяного пара. Водяной пар поступает в воздух в результате испарения лучами Солнца с водной поверхности. Обычно в атмосфере одновременно может содержаться 14 кубических километров водяного пара. В разных частях мира количество испарившейся воды у нас будет разное. Количество испарившейся воды у нас с вами будет зависеть от температуры воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше воды испарится. Чем меньше, тем, естественно, испарение будет замедленное. Дело в том, что количество испарившейся воды у нас зависит от температуры. При каждой температуре в воздухе может содержаться определенное количество воды. Вот вода постепенно испаряется, и когда воздух насыщается, то испарение прекращается, влага у нас начинает конденсироваться, то есть переходить из парообразного состояния в жидкое, могут образовываться облака и выпадать осадки. Теперь вот на этой таблице у нас показано, какое максимальное количество воды может содержаться при данной температуре. Посмотрите, пожалуйста, при минус 20 градусов у нас может содержаться 1 грамм воды, при минус 10 – 2,5, при 0 – 5 и так далее, и так далее, и так далее. И мы видим, чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. В данном случае количество влаги дано в граммах на кубический метр. Еще у нас есть показатель влажности воздуха – это относительная влажность. Относительная влажность показывает нам содержание влаги в 1 кубическом метре воздуха в процентах. Когда в воздухе содержится максимальное количество влаги, мы говорим, что это воздух насыщенный. И когда мы говорим об относительной влажности, то насыщенный воздух у нас будет 100%. А теперь, ребята, мы с вами порешаем задачи на определение относительной и абсолютной влажности воздуха. Ребята, я над каждой задачей дала нам нашу таблицу, чтобы мы могли сразу определять полностью насыщенный воздух. Посмотрите, как мы будем действовать. Значит, при температуре 20 градусов в 1 кубическом метре воздуха содержится 10 грамм водяного пара. Определить относительную влажность воздуха. Так, посмотрите, пожалуйста. У нас при 20 градусах содержится 17 грамм водяного пара. Это 100%. Нам дано 10 граммов. И надо определить относительную влажность. Ребятки, мы составили пропорцию и решаем ее. В результате у нас х равен 59%. Это простая задача. Переходим к следующей. Так, задание второе. При температуре 10 градусов относительная влажность составляет 50%. Сколько граммов воды содержится в 1 кубическом метре воздуха? При 10 градусах у нас с вами 100% влажность будет 9 грамм. Нам надо определить абсолютную влажность, если относительная 50%. Ребята, х у нас будет равен 4,5 грамма. Переходим к следующей задаче. Значит, относительная влажность воздуха при температуре плюс 30% составляет 45 градусов. Вычислите относительную влажность этого воздуха, если он охладится до плюс 20 градусов. Здесь задача, которая решается у нас в два приема. Сначала мы должны с вами определить, сколько влаги содержится в воздухе, то есть абсолютную влажность. При 30 градусах у нас может содержаться 30 грамм воды. А относительная влажность у нас 45%. Мы определяем х. Это будет 14,5 граммов. Теперь мы должны определить, вот при таком количестве водяного пара, какая у нас будет относительная влажность, если температура воздуха у нас понизится до 20 градусов. Значит, при 20 градусах насыщенный воздух содержит 17 грамм воды. У нас 14,5 граммов. Решая пропорцию, мы определяем, что относительная влажность воздуха при 20 градусах у нас будет 85%. У нас задачи бывают, которые решаются в один прием, а бывают, которые в два приема. Здесь нет ничего сложного. Переходим к следующему заданию. Задание номер 4. В одном кубическом метре воздуха содержит 20 грамм воды. Сколько влаги выделится при охлаждении этого воздуха до плюс 20 градусов? Мы знаем, что у нас при 20 градусах может содержаться 17 грамм воды. Эта задача вообще очень простая. Мы просто из того количества, которое есть, 20 грамм, вычисляем максимальное количество, которое может содержаться при 20 градусах. Это 17 грамм. У нас остается 3 грамма. То есть эти 3 грамма, ребята, у нас выпадают в осадок. Переходим к следующему заданию. Здесь таблица. Давайте ее рассмотрим. Значит, у нас даны пункты. Дана температура в градусах. Относительная влажность. Где-то дана. Где-то абсолютная. И мы должны определить вероятность выпадения осадков. Посмотрите, пожалуйста. При температуре 10 градусов максимальная абсолютная влажность у нас будет 9 грамм. Я пишу 9. Абсолютная влажность у нас 5 грамм. То есть это чуть больше половины. А если чуть больше половины, осадки, как правило, не выпадают. Ребята, если у нас с вами относительная влажность более 80%, мы можем ждать выпадения осадков. Менее 80% осадки не будут выпадать. Значит, вероятность выпадения осадков мы пишем меньшая. Так, здесь сразу дана относительная влажность воздуха. 80%. Нам даже не нужна абсолютная влажность. Мы видим, что у нас большая вероятность выпадения осадков. Третий пункт. У нас с вами 30 градусов. При 30 градусах насыщенный воздух содержит 30 грамм воды. У нас 28. Если мы определим относительную влажность, это будет более 90%. Значит, у нас большая вероятность выпадения осадков. Ребята, остальные пункты я предлагаю вам сделать самим. Ребята, для того, чтобы определить увлажненность территории, у нас есть еще один коэффициент, который мы называем коэффициент увлажнения. Выглядит он так. К равняется О, деленное на И. О – это количество осадков, выпавших за год. А И – это показатель испаряемости. Ребята, в чем разница между испарением и испаряемостью? Испарение – это то количество воды, которое испаряется с поверхности земли. Много влаги, высокая температура – испаряется много. Мало влаги, высокая температура – испаряется мало. Если у меня мало влаги и низкая температура, то тоже испаряется мало. Но в данном случае, в последнем, мы не можем говорить, что нам влаги не хватает. А вот если у нас, допустим, много испаряется и мало влаги, то у нас нехватка увлажнения. И мы наши ландшафты подразделяем по степени увлажненности. Испаряемость, ребята, мы определяем в лабораторных условиях. Мы даем то количество солнечной радиации, которая попадает на эту территорию, и смотрим, какое количество влаги может испариться. Вот, например, я приведу вам пример нашего Абширона. У нас с вами на Абшироне выпадает 150 миллиметров осадков. А испариться может, то есть испаряемость на Абшироне у нас составляет 1000 миллиметров. Естественно, мы ощущаем недостаток влаги, и поэтому у нас формируются аридные, то есть засушливые пустынные ландшафты. Ребята, так как у нас есть формула, то по этой формуле мы очень легко можем вычислить и коэффициент увлажнения, и те составляющие, которые у нас будут спрашивать. Так, нам говорят, вычислите коэффициент увлажнения, если количество осадков составляет 2300 миллиметров, а испаряемость 1800. То есть мы просто решаем наше уравнение. Коэффициент увлажнения у нас получается больше единицы. Если коэффициент увлажнения больше единицы, у нас формируются гумидные, то есть влажные ландшафты. К гумидным ландшафтам у нас относятся влажные экваториальные леса, широколиственные леса умеренного пояса, тайга, тундра, естественно, ледяные пустыни. Давайте решим следующую задачу на коэффициент увлажнения. Вычислить количество осадков, если коэффициент увлажнения 0,2, а испаряемость 1000. Мы подставляем в нашу формулу те данные, которые у нас есть. Коэффициент увлажнения 0,2, а осадки мы не знаем, и испаряемость у нас 1000. Х у нас равен 200 миллиметров. У вас в таблице, в параграфе перечислены, какие ландшафты формируются при различных коэффициентах увлажнения. Это очень интересно, это обязательно надо запомнить, потому что в дальнейшем у вас обязательно будут задания, когда по коэффициенту увлажнения вы должны будете определить тип растительности или природной зоны, которая здесь формируется. Вот, пожалуйста, посмотрите, что мы можем определить, какое количество различных природных условий мы можем определить, зная коэффициент увлажнения. В первом пункте у нас коэффициент увлажнения больше двух, то есть у нас формируются гумидные ландшафты. Гумидные, значит, влажные. Если у меня много осадков, значит, у меня будет большая густота речной сети. Очень много. Природный комплекс – это у меня, скорее всего, будут влажные экваториальные леса. А степень заселенности территории, ребята, ну-то здесь разная. Дело в том, что у нас, например, влажные экваториальные леса растут на Амазонской низменности, по долине Конго и на Индонезийском архипелаге. На Амазонской низменности и по долине Конго плотность населения небольшая, а на Индонезийском архипелаге очень большая. Дальше мы смотрим. Коэффициент увлажнения – 0,1. То есть у нас формируются аридные ландшафты. Густота речной сети будет бедная. Природный комплекс будет пустыня. И население, конечно, будет малое. Ребята, остальные задания я предлагаю вам сделать самим. Ребята, мы провели сегодня урок-практикум. Я надеюсь, вы хорошо усвоили то, что мы с вами прошли. Повторите еще раз и выучите Парагаву 21. Редактор субтитров А.Семкин